итак итак мы находимся в симферополе на служении церкви кто знает как ее название я уже сам числе запутался гол 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 школа христа кому как удобно вот домашнее служение сегодня мы решили записать это для наших братьев и сестер в интернете но не будем представляться лично до каждый вот так вот в симферополе нашлось для нас вот такое место старом городе в самом лучшем районе города и сегодня будем говорить об излиянии излияния сейчас почему эта тема возникла потому что не знаю как для кого для меня это важное понятие излияние святого духа это не какой-то не какое-то мелкое событие которое узнаете там между между прочим произошло излияние в городе там симферополе в сах но тем не менее если мы ведем все не излияние святого духа в интернете мы найдем очень много излияния там излияния тут излияния там сям там в жмеринке там и так далее по городам и селам и вот вопрос давайте вот сегодня цель коротко конкретно ясно дать попробовать попробовать дать определение тому что такое излияние чего же ну потому что это то чего мы хотим излияния святого духа и в библии об этом говорится принципе достаточно много и естественно куда пойти посмотреть на излияние их одеяния апостолов где еще нам искать описание происходящего излияния святого духа потому что сам петр он говорит этого то что приберег и аиль что и залью духа моего на всякую плоть и чтобы исключить все как сказать варианты неправильные прочитаем правильный вариант куда мы идем чтобы дать определение чему-либо в слово куда же еще идти потому что рассказать можно много но давайте посмотрим на излияние в слове я не буду читать всю вторую главу вы ее знаете скажу только что когда дух святой излился на церковь первое что мы видим после того как они начали говорить иными языками но это не признак излияния мы все говорим иными языками некоторые самого начала рождения свыше то первое что мы видим что петр и ученики то есть апостолы оказываются на улице стоящие перед простыми людьми не это не происходило излияния в помещении то есть она там началась но они там не усидели долго то есть как первый признак то что их выкинула на улицу в мир вот туда где распяли недавно иисуса туда где их знают там неверующие коллеги по работе соседи и так далее и это еще не признак просто вот если мы читаем петр встает и начинает проповедовать люди стоят слушают и это то есть вот это его проповедь практически вся глава вторая это его проповедь в которой он обличает в конце концов израиль за то что они распяли господа и 37 стих услышав это они умилились сердцем и сказали петру и прочим апостолам что нам делать мужи братья петр же сказал им покайтесь покайтесь то есть первый признак который можно увидеть в излиянии святого духа это покаяние грешников массовое массовое сколько покаялась три тысячи тысячи не всему это было действительно искренне покаяние это не было какое-то знаете за подарки или за что-то еще за компанию умилились люди сердцем и покаялись то есть там где излияние святого духа первый вот такой явный конкретный признак это покаяние грешников то есть людей не верующих не имеющих отношения к христу то есть может быть набожных после все в израиле были набожные люди религиозные но покаяние обращение ко христу фактически они знали что за это грозит отлучение от синагоги и все равно они калились там написано дальше смотрите охотно принявшие слова его крестились 41 стих и присоединилось в тот день душ около трех тысяч и когда мы говорили за излияние в интернете о чем все говорили вот кто высказывались о том как она как что происходит когда происходит излияние то есть чудеса знамения безусловно это есть то есть какие-то еще но мне стало интересно посмотреть а что после излияния то есть какой что дальше происходит ну да вот сегодня мы молимся на нас ходит святой дух мы уруруруру там начинаем переживать что-то нереальное мы выходим на улицу здесь старый город просто благодатная почва и и что же она вот день закончился мы пошли по домам и что на следующий день по работе на работу или что там школа институт ремонт там машины что за следующий день понимаете вот куда вот он нас повел а следующее и они по ста я на они вот эти три тысячи вместе с теми кто уже был под сто янно постоянно прибывали не бывали а прибывали то есть постоянно прибывали где в учении апостолов в общении и преломлении хлеба и в молитвах то есть еще один признак который я лично увидел это изменение обычного уклада жизни то есть вот что такое излияние это когда мой уклад мой быт моя жизнь меняется радикально я уже не иду на рыбалку я не иду уже на рынок я не должен школу после когда вот началось излияние всем и моя жизнь поменялась меня знаете ну как я не назову излиянием если вот мы хорошо провели время этому тоже надо дать определение но если мы просто хорошо провели время на конференцию потом поехали там в макдональдс хавать это не излияние было ну мы бы не поехали в макдональдс потом мы бы не поехали в дисней лэнд потом никогда это ну как исполнение святым духом можно назвать она как бы имеет какой-то вот мы в здании побыли исполнились кто-то исцелился кто-то решил что ну теперь он лев то есть ободрился что-то боялся перестал бояться но он вернулся и продолжает жить как жил в своем городе там своей семье своем доме на своей работе то есть фактически это не было излияние это было просто освежение верующих людей это тоже есть этому месту но вы когда было излияние в деяниях апостолов то их обычный привычный уклад жизни закончился и там написано все же верующие были вместе и имели все общее и продавали имение и всякую собственность и разделяли всем смотря по нужде каждый каждого и каждый день каждый день ребята не два раза в неделю каждый день то есть это одно из из признаков излияния собрания будут каждый день все не не через день невозможно будет не делать что-то другое мы не сможем просто пойти работать как работали но не сможем понимаете вот вернуться в интернет там какие-то там ролики на ю тубе каша маша что там кто чем занят просто будем захвачены понимаете и каждый день они единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб принимали пищу веселье и простоте сердца хваля бога и находясь в любви у всего народа господь же е-же-не-в-на прилагал спасаемых церкви представьте себе какое-то с было событие грандиозно ну книга не передает вот эти слова это явление было это не было какое-то заурядное собрание какой-то там местной церкви это колыхнула весь иерусалим весь израиль ежедневно прилагаю спасают пассаж люди смотрят что происходит они все продают им уже ничего не надо афига они готовы чтобы они будут восхищены чудеса же там вот мы читаем был же страх на всякой душе и много чудес и знамений совершила через апостолов в иерусалиме это тоже признак излияния чудеса и знамения безусловно много чудес и знамений не одно чудо о котором много знаете я верю что если бы сегодня было излияние вот здесь на этой улице у нас сошел на нас светодуха в день писядницы мы бы ребята мы забыли про телефоны свои мы забыли про инстаграм про что вот это надо все всем выложить вот это заснять надо мы потеряли связь с реальностью а дороге за свет заплатили курсе какой свет какие там сапоги в ремонте забрать да можно я пойду похороню отца не приду и буду за тобой идти излияние вот это еще раз выше если если бы если вот я сижу я смотрю в интернете то что я вам сказал до этого я в интернете с мы так так значит в городе значит шанхай излияние началось хорошо сколько до шанхая тысячу долларов а значит горячие путевки в египет пятизвездочный отель две недели тысячу долларов куда же ехать господи это не излияние излияние она не будет никогда на одном уровне с путевка в египет или там купить себе мопед это галгал галгал вихрь ураган вот когда молния шваркает у нас на днях возле окна шваркнуло прямо над окном у меня машина с ума сошла от этого сигнализация сработала такой был грохот это ты не можешь игнорировать все все внимание туда ты сразу чтоб как бы интересно по компьютеру не смотрел сразу туда еще какие признаки излияния ежедневные собрания чудеса и знамения изменения привычного уклада жизни полностью я думаю что мы большинство с удовольствием уже принимать изменения привычного уклада жизни кому-то принципе терять нечего уже и оставлять то ничего дакам апостолы смотрите это важно это важно апостолы постоянно пребывали в молитве и служении слова все они не занимались больше ни чем никаких ресторанов никаких прогулок там в иерусалимском парке они день и ночь молитве слове ну может быть спали молитва слова кстати какие-то масса людей апостол он куда не шел там чуть пробуждение начиналось там кто-то исцелялся тень исцеляла но какой макдональдс может быть ну ты не поешь никогда в макдональдсе если туда зайдешь в если вот если вот в этом заходишь на рынок на рынке излияния происходит все дома картошку купить это забыл уже когда его купили пришел за картошку нельзя когда излияние апостола посылать на рынок он ничего не принесет и сам не вернется с ним каши не сваришь тогда поэтому сказал мне не хорошо нам оставить слово я о столах заботиться выберите из среды себя не абы кого исполненного святого духа из ведра но исполненного веры ребята такие как филипп стефан думали о хлебе поэтому если будет излияние те кто будет там стоять не тот кто будет отследить тех кто будет стоять там у руля как было в деяниях апостолов они будут постоянно в слове молитв возможно вообще без телефона без интернета без каких-то вот этих вот внешнего не будет ну кстати какой-то насколько захвачен будет человек и каждый день чудеса знамения учения слова молитва это тоже признак апостолы постоянно пребывали в молитве служения слова еще один признак гонения гонения это неотъемлемый признак излияния гонения будут 99 случаев из 100 излияния будут преследования потому что они нужны нужны это приводит к чему распространению огня это тоже признак излияние не может не распространяться вот если мы смотрим книга деяния она потекло очень быстро за несколько лет разнесло по всему миру мы верим что даже до крыма донесло апостола одного и он высадился где-то ферсонесе и провозгласил слова к этой земле распространение поэтому если начнется излияние здесь не надо будет сюда никому ехать вот это хорошо мы тут все не поместимся это во первых она разлетится но разойдется апостолы не сидели в одном месте они двигались верующие двигались гонения этому способствовали не всегда гонения этому но как бы только из-за гонения это дух святой но это огонь он распространяется не бывает что горит одно дерево а рядом второе не загорится огонь распространяется поэтому вот эти семь признаков излияния которые я лично вижу книги деяния и по которым можно их больше мы сейчас возьмем время скажите что вы думаете я лично вижу вот если эти признаки есть это уже реально похоже на излияние с другой стороны мы не будем никогда сравнивать с признак излияния не спутаешь но называть излиянием любое как сказать служение собрания не стоит покаяние грешников массово это первый признак это первый такой вот яркий момент когда сошел святой дух затем изменение привычного уклада жизни полностью полностью никакого то есть все американский футбол закончился тренажерный зал закончился школа 7 закончилась все нету этого а там а рынок там а поехать сходить окупить закончилась как это все будет работать понятия не имею я не думаю что они там сидели и ломали голову да кто тебе лара продавай имение давай и жрать нечего я вон тут еще есть побольше и меня не было знаете это доброходно кстати как господь растопил эти еврейские еврейские вы учтите не русские еврейские вот эти вот собственнические вот эти вот там вылать и миллион долларов стоит квартира начинается от миллиона долларов вот эти какие вот это это имеешь и вдруг ты это продаешь и берешь этот миллион из наизвестно как он выглядит даже этот миллион положил не хочу все в общий котел где ты жить будешь а детям оставишь представляете как вот этот вот посрамлен был вот этот вот земной разум посрамлен просто враг думал все убил иисуса класс аллилуйя а тут началось не только в иисусе вот эти три тысячи чудеса и знамения это признак излияния там обязательно будут много как написано много много ежедневные собрания потому что по-другому не получится они с фактически стали жить вместе все где-то в одном месте уже расходиться не имеет смысла апостолы постоянно пребывали в молитве и служении слова никаких развлекалов там не было цель-то петр это братья я поеду круиз гонение и распространение огня излияние будет распространяться до тех пор пока она идет происходит конечно можно сказать это слишком завышенные требования давайте просто будем эти требования то есть смотреть на слово и их иметь пусть они будут завышенные но называть излияние вот что-то похоже на это что же происходит тогда вот как объяснить что сейчас происходит вот там в том городе в этом не пишут что есть излияние тоже какие-то чудеса там происходит тоже людям там хорошо как это назвать излияние отчасти репетить капли или освежение или исполнение святым духом тоже же написано исполняйте святым духом мне кажется когда ты исполняешь святым духом это тоже хорошо но масштабов таких нету были ли после книги деяния апостолов похожие излияния но мы знаем несколько дошедших уэльс 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 это хороший близкий самый наверно к нам пример когда ну вот реально вот эти все признаки они практически там были вот эти несколько лет будет ли это еще раз кто-то сказал что принципе пророчества в библии они исполнялись они продолжают исполняться будет ли как мы это понимаем какое-то великое пробуждение дженни она он хорошо сказал что излияние так как шанс последний перед судом когда бог уже дает такую огромную милость людям обратиться и просто ну не быть осужденными в озеро окна когда вот умиляется человек сердцем за стоит этот грубый иудей жадный . религиозный который с детства вот долбили что все что это кого-то бить камнями его сердце умиляется и он начинает что нам делать что как нам покаетесь куда рыбак вообще не образован он не был раввином он не был авторитетом там но дух святой был авторитетом на тот момент вот это вот атмосфера вот такие вот вещи когда это излияние произошло в тяжелые для израиля времена тяжелые не лучше не времена соломона это были не времена давида под оккупацией то есть нету своей армии полностью они были подавлены римом и вот так вот господь избрал это и назвал это полнота времени и по сути иисус сказал это лучшее лучше чтоб я уйду вот что тогда придет святой дух это лучше лучше даже чем иисус жил на земле среди людей когда сошел святой дух то есть это что-то не мне не какая-то шуточка не какая-то такая мало ценное излияние аллилуйя грандиозное событие и оно не нуждается в пиаре вот что хочу сказать господь когда он дунет зазвенит и на севере на юге на западе даже на востоке аминь ну кто что имеет сказать ребята по этому поводу дополнить на какая вообще цель вот этого все было сегодня дать определение чтобы не происходило обесценивание таких понятий как излияние святого духа движение святого духа далеко не везде где написано движение святого духа но там имеется то же самое с излиянием то же самое с апостольством то же самое с пророчеством как юра сейчас да сказал джойнер не встречал еще апостолов я верю что люди зрелые они очень трезво оценивают количество апостолов и пророков сегодня церкви это не то что я века показалось что я пророк и брат мне за свидетельство да ты пророк я теперь пишу в контакте пророк юрий кузьмин постойте подождите ну я не хочу на себя такое медаль такую вешать сам себе потом спросят где тут пророки а жизнь пророка ну вот тогда как то так ревновать ли об излиянии конечно конечно я очень ревную я не знаю будет это в симферополе или там где-то нибудь южнее или севернее пусть она будет если она начнется она распространится будет ли она долго или коротко но хочется верить что она будет когда-то дух святой сказал такую вещь мне что каждое поколение имеет право на одно излияние святого духа поколение 40 лет по библии считается то есть вот раз в 40 лет по сути церковь ну что то должно произойти у строя устрояться это полнота времени но этого не происходило много поколений уже по крайней мере вот мы копали крым было ли тут когда-то движение святого духа что-то там в ялте какие-то раскопки они нашли я имею ввиду информационные что где-то когда-то херсонесе что-то там вот апостол андрей что-то было но сколько поколений прошло я думаю такой один из принципов как бы ну как бы исполнится что когда иисус он говорил там последние наставления что будьте едино там как как мы с отцом едино что вот этот принцип он может должен как бы исполниться что почему они были единотушно в гости перед этим гормятся да вот и то есть это вот мне кажется очень значимый факт что он как он перед сам уходом об этом говорил что то есть это имеет большое значение вот это единство и много на него поставлено действительно тело да вот это все в связи и по сути такое может быть самое сложное вообще на протяжении всего всего твоего пути в церкви то есть ну реально самое сложное потому что плоть гордость твердыни плюс там дьявол мастерит тоже все эти дела и вот устоять в этом да вот именно в том о чем говорил иисус я думаю что это вот один из ключей который то есть мы так все равно не просчитаем никак не подведем к этому да там мы можем только как бы законстатировать какие-то вещи изучать но это один из факторов от который может нас мы можем оказаться близко к этому все равно конечно господь все решает очень очень значительную деталь тогда что ты по поводу единства я закончу просто я вспомнил вместо писания когда рассчитала плохо я так его приводил интересно если я не помню точно где это по-моему в исае там он пророчествует о том что что наступит время когда ефрем перестанет завидовать иуде а иуда перестанет притеснять ефрема то есть как бы они объединятся и вместе написано оградят там детей востока и потом река говорит великая будет разбито на семь ручьев так что ее можно будет перейти и там в сандалиях то есть практически по суху я там ну именно увидел вот этот момент что как бы церковь религиозная и церковь ну как бы которая ходит в духе ну как бы бог каким-то образом это соединит в одно и в целом просто примере мы как что-то произойдет и это откроет как бы двери то есть именно для многих ну то есть просто это единство она откроет двери для и детей востока и река ну вот это вот мы в сандалиях на землю вот это как ну что очень просто это станет ну то есть евангелие то есть ну то есть это будет очень-очень доступно и просто да все опять же через через крест как физическом доме ему там но как взрослеем становимся зрелыми чем больше тем ближе приближаемся до физической смерти так и в духовном но зрелость она только потому что он убедился может быть зрелый человек который уже где-то отчасти мертв для себя но это реально я знаю это трудно то есть это говорить об этом да все пишут то есть там все слова об этом я думаю как сопутствующий фактор будет массовая активация даров духов мне видится так вот что в церквях вот очень много еще плоти большой процент который по плоти гонит по духу и и господь сейчас мне как реально это как мне такое ощущение что он тех людей которых не видно они не не были за кафедрой их не видно этих людей но они которые прошли большие скорби испытания вот именно с богом ходячий и господь будет и из каждого места даже это может быть и не в церкви вот по лицу земли вот я не виду вот крыму если он будет избирать вот этих людей по одному и они он будет их духом святым собирать собирать и оттуда будет излияние вот если он изли и зальет это будет как бомба он вот сейчас он как бы этих людей много званых а мало избран поэтому этих людей сейчас именно не тех людей которые но которые на виду а вот именно вот с таких нет которые не знакомы и кто не слышал об них именно с таких начнется вот он их как бы готовит с таких начнется это излияние и потом она пойдет это будет все новое которые не осквернили как там есть своих одесс которые не этими пороками не служением этим всем именно таких людей которые еще мы не были каких-то традиционных это в церквях и там все вот эти проходили по одиночке он будет уже сейчас у него есть на вот такой именно с новых с этих людей будет это излияние как раз не именно с таких людей которые вот в церквях я которые долго ходят и а потом и через это новое такое манипульское она потом пойдет и на церкви и нам все вот так мне такое ощущение она потом с этого пойдет и оживит как и церкви и все потому что каждом есть и дух святой и все и вот мне такой что с нового сего совершенно несколько лет который не кстати я думаю вы поняли еще интересно что именно бог избрал почему-то петра петра то есть такая личность да не не самая подходящая очень бросала его и потом да вот это публичное отречение от иисуса вообще он публично посадить он переломлен переломанный вообще был кто-то там просто сбежал этот же все знали петр три раза трекся и клялся богом что не знают ну как бы да позор такой вообще позор именно его господь доверяет говорить это слово то есть первому я имею ввиду что я апостолом хочу быть а как вот этот путь да как петр не ух не не хочу никогда ты чё такое позорище да такое пережить иуда он не выдержал пошел повесился что петр переживал только петр наверное господь знает что-то внутри в его душе творилось 5 как он давно сгорело просто все да при в этом ты на себе там рвал рубаху да я не корр если все вот эти вот так я и туда получилось хуже всех вообще проявил себе единственно то что сейчас есть внутри и оно было у меня сегодня с утра уже я просто хочу сказать что ну вот написано в библии то что мы то есть не было было три тысячи людей которых пришли в тот день ну я не знаю сколько было в симферополь в Иерусалиме на тот день сколько было время людей но у меня сегодня такая фраза шла с писания мол Иисус сидит на горе и говорит Иерусалим Иерусалим сколько хотела вас собрать вместе но вы не захотели и потом он некоторое время спустя мы смотрим что он сидит у колодца разговаривает с лучшей девушкой этого города и он говорит ей ты ты вот лучшая девушка и она с этими словами бегите говорит видела пророка это он это мессия и она побежала прям туда и вот это слово которое совместило я вас ждал и вы не захотели а вот она захотела то есть нам нужно настолько захотеть и просто общаться с городом с каждым городом где мы живем чтобы вот если вот ну кто будет смотреть тоже пускай просто поймут что нужно с городом разговаривать у города есть дух и у него есть личность который должен бояться бога и воздать ему славу поэтому Иисус хочет собрать но иногда мы собираемся не в его славу чтобы просто покушать печенье примерно так просто если мы не передаем те слова реально которые говорит дух святой камни будут петь и они просто поют в голливуде они поют везде в санта-фреско и ну кособланге короче не ну а как здесь такое кособланга слышали кособланга смысл какого хочу сказать что нужно просто говорить город город ты же не бойся бога убойся бога при приги чтобы начальство власти они поклонились имена перед иисусом то что будет написано все покориться и потом когда все покориться под ноги иисуса и покориться отцу то есть этот процесс может быть он как раз связан с излиянием сильный покорился и и все и бог хотя опять же благодаря умножается там где умножается беззаконие хорошо самые горячие комментарии сделаны